запись пошла здравствуйте все вчера не получилось у меня погадать хотя нет для самого себя у меня получилось кое-что там выцепить вчера программа просто не захотела запускаться и почему-то застряла на пятой минуте ну в общем думаю сегодня все пройдет более-менее нормально значит те сведения которые мне пришли не надо передавать хорошо опустим их сегодня мы с вами смотрим новости россии приблизительно два раза в месяц я смотрю раз-два в месяц я смотрю новости россии просматриваю ситуацию относительно сего момента этого момента как у нас вообще проходят дела в россиюшке матушке и близлежащих территориях просматриваем ситуацию простое гадание ничего больше ничего меньше никакого колдовства никаких заговоров никакой партии я не принадлежу никаких принципов не придерживаюсь просто гадаю с чистой светлой головой не затуманенным сознанием и так сейчас ночь два часа ночи близится ведьмин час это три часа ночи так просматриваем ситуацию близ границ россии в данный момент это западная сторона западная граница куда ситуация растет во что выливается еще разок во что выливается ситуация куда она идет это у нас кто эти тут люди какие-то сбор людей люди здесь какие-то довольно таки странные это мужчина людей не показывают карты много еще разок мужчины карты показывают они уже показали тустрев здесь какое-то объединение у нас запад объединения почему-то показывает не знаю какое какая-то территория карта государственности государственности закона казенного дома иногда медицинское учреждение мы сейчас рассматриваем не вопросы жизни и здоровья мы сейчас рассматриваем конкретно ситуацию запада карта казенного дома не знаю что за казенный дом такой карты метод говорят и сбор это сбор объединения казенный дом давайте дальше посмотрим пока не совсем понятно чего карты хотят показать так а а сейчас еще еще сейчас я догадаю тут путин выдвинул западу же это самое как нужно закончить военные действия запад так не закончит военные действия я вам сразу говорю запад так не закончит военные действия сейчас давайте тут по сначала посмотрим что у нас там дорога на праздник у меня дорога выпадает какая-то госруч гос учреждения дорога какая-то тут у нас давайте далее смотреть хорошая работа неожиданный подарок у нас здесь дорога какая-то на запад дорога неплохая для заработка государственная машина почему-то зарабатывает близлежащие территории непонятно как непонятно кем непонятно чем и за что неприятность на работе гос учреждения неприятность на работе на госучреждения внимание на гос учреждения карты говорят какое-то здание здание там возможны люди гос учреждения какое-то там вот что-то там будет. Госучреждение. Неприятности какие-то. Попытка нанести репутацию. Вред репутации. Госучреждение. И у нас здесь люди. Мужчины какие-то в госучреждении. Запад. Госучреждение. Люди какие-то. Почему заработок выпадает? Вот это непонятно. Кто-то реализует планы госучреждения. Я не могу только понять, это где у нас или где-то близлежащая территория госучреждения. Там какие-то люди у меня проигрываются. Они что-то реализуют. Реализуют чего-то. Госучреждение не очень большое, но вот там что-то будет происходить. Так, чего еще у нас тут? Неинтересные разговоры, переговоры. Неприятные общения. Не вижу мирных переговоров. Их практически нет. Сборы в дорогу. Сборы в дорогу. И сборы в дорогу. Пока карты так показывают. Договоренностей нет. Какое-то казенное учреждение. Там мужчины. Мужчины. Там мужчины, я так понимаю, работают. Это где-то у нас. Мужчины где-то работают. Король. Переговоры. Что-то какие-то мужчины показаны. А чего они делают? Я не знаю. Договоры какие-то. Короли. Мужчины чего-то договариваются. В каком-то казенном учреждении. Там еще кто-то. Там почему-то неприятности казенное учреждение. Казенное учреждение. Возможно, серое. Небольшое. Может, там какое-то заседание будет разговаривать, будут переговариваться. Пока что изменений я не вижу. Не вижу. Так. Давайте посмотрим. У нас здесь что было. Так. Так. Путин сегодня, 14 июня, выдвинул ряд условий, на основании которых предложил завершить конфликт среди условий президента. Ну, давайте так. Возьмем системы. Не президента, система. Можно вот на этого человека, который говорит. Это кто у нас? Сейчас чуть-чуть кинем. Кто у нас говорит за место президента либо президент? Почему-то женщина выпадает. Путина можно выдать? Путина не выдают. Король пик выпадает. Обычно Путин у меня вылетал. Где Путин потерялся? Путин? 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 Где Путин? Это не Путин. Еще разок. Путина не показывают. Не знаю, ребят, что такое. Ну, ладно. Ребята, девчата. Карта что-то обыденности, что-то обычности какой-то. Сейчас кинем сначала карты на человека, который говорил. Вот сие, что я выше перечислю. Точнее, ниже перечислю. Пара, брак, отношения. Здесь человек в каких-то отношениях или человек под кем-то стоит. Он не один. Вот на того человека, который говорил Путина. Почему-то не Путина показывают, а какой-то пара. Пара, пара показывают пару. Пара. Кто такой пара? Может, это карты хотят сказать чего-то, конечно. Еще разок. Не знаю. Пара. Пара почему-то. Человек в спайке работает. Либо карты хотят показать, если действительно верить тем, кто говорит, что Путина нет, либо он где-то там. Это двойка. Вот так вот. Двойка. Пара почему-то у меня выпадает. Двойка или пара. Вот так карты выдают. Конкретно на вот этого человека, который говорил. Я его не вижу, но я здесь вот эти вот перечисленные термины вижу. Чего он там говорил. Так, еще что есть. Перемены в работе или семье. на человека выпадает, который у меня здесь. У него почему-то женщина какая-то или женщина, или что-то, или три чего-то. Три почему-то выпадает. Так, у человека перемены какие-то на работе. Вот именно на вот этого Путина. Грустная новость. Пока я тут карт таких особо и не вижу. Единственное, что пара выпала. Пара либо двойка, двое, двое, двойка. Либо человек под кем-то работает, либо с кем-то в паре. То есть человек зависимый. Что хотят здесь карты показать? Может какая-то женщина, она уход осуществляет? Женщина какая-то. Ладно. Короче говоря, что у нас выдвинул Путин? На которого человека сейчас карты кинул. Путин сегодня, 14 июня, выдвинул ряд условий, на основании которых предложил завершить конфликт. Среди условий президента выход украинских войск из Луганской и Донецкой народных республик, а также из Херсонской и Запорожской областей. Отказ Украины от вступления в НАТО. Безъядерный и нейтральный статус для Украины. Отмена санкций против России. Санкции, фиксации в международных документах статуса Крыма и Севастополя, ДНР, ДНР и ЛНР Запорожской, Херсонской областей как регионов РФ. Мы сейчас кидаем вот на вот это, на эти условия карты. Новости, я вот по новостям смотрю, что у нас выпадает и просто тупо гадаю, тупо кидаю карты. Президент назвал это мирным предложением Украине и западным странам. Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения Путина ультимативными и заявил, что Украина не может им доверять. Двойка идет вперед, зелья парирует. Так, ладно. Хорошо. Карты уже выпадают, это здорово. Эту мы в пару положим. Вот эти вот условия, давайте поглядим, чего там да как. Чего это за условия такие. Вот так выпали карты. Опять Путина нет. Другой человек есть. О чем мне показывают карты? Карта болезни, карта удара и какой-то ряд абсолютно рандомных людей. Абсолютно рандомных людей. Какие-то люди на другом языке, что ли, они говорят. Всех мастей. И пара женщина с ребенком. Это вот я конкретно на Путина почему-то у меня выпала. Карта болезни почему-то его сопровождает. Вот так. Так. Ладно, я не буду на него карты кидать, тем более говорят, что он якобы уже не здесь. Не знаю, не хочу. Либо болеет. Болеет, возможно, ментально. Так, давайте смотреть, что выпало вообще на предложение мирного толка. Что у нас есть? Встреча с плохим человеком. Встреча с плохим человеком выпадает. Я не буду комментировать, я просто выдаю то, что карты мне сказали. Так, что еще? Где моя склеротичка? Встреча с товарищами. Встреча с плохим человеком. Встреча с товарищами. Что еще? Оформление документов для поездки. Возможно, для поездки. Может, просто оформление документов. Хороший брак, партнерство, исполнение желания. Но человек плохой. Либо люди плохие. Потому что здесь товарищество идет. Вот так. Что еще выпадает? Давайте смотреть далее. Неожиданные деньги. Либо прибыль. Здесь выпадает. Новая работа. Так, давайте дальше посмотрим, потом я прокомментирую. Поездка с дамой в возрасте. Хлопоты о свадьбе. И последнее. Чего у нас выпало само по себе? Две карты. Успешная женитьба или брак. Что карты говорят? Говорят, какие-то, либо какой-то человек плохой. Договоренность с этим человеком. либо он хочет заключить какую-то договоренность. Скорее всего, договоренность с ним не будет заключена. 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 Ну, короче, не будет договоренностей. Дорога. Дорога есть для мужчин. Не знаю, с какого направления, но на запад. Для мужчин на заработки люди поедут. Это с территории России. А с территории Украины наоборот. Женщины, тут показаны женщины, ну, ладно, давайте, в общем, люди, они будут назад, назад уходить, вглубь страны. Мужчины идут вперед, женщины назад, женщины в возрасте. Ну, давайте, люди в возрасте назад. Или, иначе говоря, российская сторона, ну, как это сказать, я в России живу, освобождает территории. Украинская сторона применяет тактику тактического отступления. Нейтрально буду выражаться хорошо. После этого, вот у нас, смотрите, период проходит, следующая, опять договоренность выпадает. Следовательно, у нас как зебра, период идет освобождение территории, то есть продвижение одних, отступление от других. Потом, договоренность, мы не принимаем. Следующий этап, мужчины опять на заработки, вперед, потом опять, через какое-то время, договоренность, опять выпадает договоренность, скорее всего, дальше будет карта нет. Давайте поглядим, он очередуется. на такие договоренности никто не пойдет. Единственное, в чем проблема, в чем загвоздка, ладно, не буду говорить, не буду, не буду ругаться, а то я сегодня уже наругался, посмотрел столько интервью. отстаивание своих интересов будет. Нет, договоренности нет. Нет, ребят, договоренности нет. Отстаивание интересов идет. Независимости, как одной стороны, так и другой. Дорога идет, и дорога в никуда. Никуда дорога, нет, 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 тут военщина будет, нет. Вот так, 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 вот у меня выпадает. Оно будет чередоваться, будет два или три предложения о мире, дружбе и жвачке. Давайте посмотрим мир, не перемирие, мир, мир, давайте мир, условия мира вообще, как такового, они как будут проигрываться. Так, все, хватит смотреть на Путина. На него уже 20 лет смотрю, даже больше. Мир, в чем заключается мир? Как достичь мира? Вот, как его достичь? Мир наступит по каким-то естественным причинам. Мир по естественным каким-то причинам наступит. Третий мировой, главное, что нет пока. Это уже радует. Так, ссора с незнакомцем, как наступит мир? Ссора будет с каким-то незнакомцем, это либо еще одна, один конфликт будет где-то, и все отвлекутся. Либо это кто-то еще у нас вступит в бой. Третья сторона. И в этом будет заключаться мир. Ну, тут третья сторона проигрывается. Третья сторона вступает. Я не знаю, с какой ее позиции. Третья сторона вступает. Неприятное общение, навязчивость. Все указывает пока на то, что третья сторона будет еще принимать участие. Очень страшно будет третьей стороне, но она примет участие. На карте показывают, третья сторона. Или это другой конфликт. Или другая сторона, или другой конфликт. Сплетница у нас здесь. Сплетница, сплетница. Удачная поездка или свидание. Пока все указывает на третью сторону. Но кто это у нас такая третья сторона? Она вмешивается в конфликт. Причем грубо и с очень большой боязнью. Там навязчивость идет, боязнь идет. Боязнь идет. Неприятно. Удачный брак, партнерство с одной из сторон. Пока я больше вижу, что это со стороны Украины кто-то принимает участие. Или в партнерстве с ней как-то так. Либо это совершенно другой какой-то конфликт. Вот еще одна сторона принимает участие. Успех в делах, целях. Сторона неплохо выступит. Сейчас отдельно кину карты на эту сторону. Но карты говорят еще одна сторона. Кто-то должен ввязаться. Все, что могу сказать. Веселое времяпрепровождение. Ну, весело, да, будет кому-то. Внезапная помощь. Ну, я говорю, здесь еще одна сторона с какой-то стороны должна ввязаться. Если это со стороны России, это значит, скорее всего, Россия, возможно, еще какое-то СВО, не СВО, может, еще где-то что-то проведет. Какую-нибудь контр-операцию. Это почему-то вот... Это связано с конфликтом, вот который сейчас идет с СВО. Но, по сути, он косвенно связан с Украиной и напрямую связан с Россией. Как это объяснить? Косвенно связан с Украиной и напрямую связан с Россией. Еще какая-то одна сторона. Вот, гадать. Давайте кинем на эту сторону. На эту сторону давайте кинем карты. Посмотрим, поглядим, что-то за сторона такая. Поглядим, что за сторона. Женщина. Женщина. Это не мужская... Не мужская. Это страна с женским названием. Скорее всего, так. По крайней мере, мне так видится. Любовь девушки. Это страна с женским именем. Это не Франция. Я думаю, что не Франция. Нет. Неприятный, напряженный разговор. Страна сейчас беседует напряженно. Или с Россией, или с Украиной. Вот эта страна сейчас. Возможно, она продолжительный срок беседует. Вот что-то она вмешивается. Как вмешивается? Завистница. Страна какая-то странная. Завистница. Она смотрит, наблюдает, чего там происходит. Чего-то негодует. Негодует. Она негодует. В скором времени. Опять выпадает та же самая карта внезапная помощь. Вот почему-то она внезапно одумается, что ли. Вот как-то так. Вероятность велика, потому что одни и те же карты выпадают. Страна с женским именем. Она смотрит. Она смотрит, наблюдает за конфликтом. Почему-то она испытывает негативные эмоции. Вот так. Единственное, я вот гадаю, с какой стороны. Запад, восток, север, юг. Откуда она вот придет, непонятно. Какая-то страна. Ну, навряд ли. Восток, это не Китай. Это не Китай. Какая-то другая страна. Ложь, обман с деньгами. Что-то с деньгами. Вот тут карты еще плюсом показывают. Не знаю, что такое. Банковский сектор может пострадать. Это может послужить чему-то. Банковский сектор. Госучреждение тоже может, которое заведует финансами. Провокации вот в таких центрах могут быть. Там, где деньги концентрируются. Что-то она предложит. Сторона чего-то предложит кому-то. Может, бумаги какие-то предложит подписать. Может, предлагала бумаги подписать. Может, невыгодные бумаги какие-то. Одно из сторон. Что еще? Предложит выгодные. Вот невыгодные почему-то выпадают. Тут выгодные. Может, предлагала невыгодные, а потом выгодные предложит какая-то страна. Приятное знакомство. В общем, у меня так вот проигрывается, что какая-то страна вступает в конфликт, либо это другой совершенно конфликт, но он почему-то помогает. СВО, он помогает. То есть, разрешит ситуацию. Там как-то оно пойдет на убыль потом. Так карты показывают. Они, по крайней мере, советуют так сделать. Какая-то страна. Она недалекая. Вот недалеко расположена. Она вот где-то запад. Давайте так. Вот в пределах Литвы, Польши, Балтика, Прибалтика захватывает. Турция. Турция маловероятна. Турция, Грузия, Армения. Там дальше Азербайджан. Вот что-то вот в этой вот области. Вот как-то вот в этой области она должна быть, по крайней мере. Значит, как-то болезненно воспринимает страна с женским именем. Диалоги ведет. Может, что-то такое. Что-то там ей не понравится. Что-то ей не понравится. Не знаю. Вот карты так, в общем, показывают. Вот. Все, что мог, я выдал. Пока вот... Давайте спросим еще, что неожиданное может произойти. Что у нас там неожиданного такого может произойти, интересного? Так вот, пусть будет. Ложь-обман какой-то. Ложь-обман неожиданное. Внимание к близким. Мужские карты выпадают. Известия, открывающие тайну. Что-то у нас там прояснится где-то. Может, это фронт. Прояснение какое-то будет. Успех, удача в личной жизни. Насчет личной жизни... Насчет личной жизни, не знаю. Диалог. Диалог, предложение. Дальше почему-то опять военщина. Почему личная жизнь здесь выпадает? Это личное что-то, открывшееся тайно на что-то личное. Количество потерь, количество... Количество задействованных людей, перспективы. Вот что-то в этом духе, возможно, откроется для одной из сторон. Известия из казенного дома. Тюрьма. Если с какой-то стороны будут сажать людей, не удивляйтесь. Тайна какая-то откроется, может, по деньгам. Ну, в принципе, то, что у нас сейчас и происходит. И с одной, и с другой стороны это возможно. В общем, вот так у меня получилось. Спасибо, что смотрели. Вот так пока карты проигрывают ситуацию. В идеале, чтобы разрешить СВО, должна вмешаться третья сторона. Кому она поможет, это уже третий вопрос. Ой, третья сторона, третий вопрос. Второй вопрос уже. В общем, вот так у меня получается. Как карты выдали, так я и говорю. Описать эту сторону я описал. Это страна не с мужским именем. Скорее всего, не с женским именем. Она наблюдает сейчас за всем, участвует в переговорах. Недовольна. Недовольна складывающейся ситуацией. Очень недовольна. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и до свидания.